Спартакеада 2013 года проходит под флагами двух юбилеев. 20-летие принятия Конституции России и 90-летие Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Соревнования пройдут по мини-футболу, бадминтону, волейболу и настольному теннису. Проведение подобных мероприятий уже стало хорошей традицией для сотрудников налоговой системы. Интерес налоговиков к спортивным состязаниям растет. Участие в соревнованиях развивает спортивный азарт, закаляет командный дух и дисциплинирует. Самое важное, на мой взгляд, что ребята сами продолжают активно заниматься физкультурно-спортивный азарт. Большинство из них работают не отрываясь от кресла, но это способствует их в будущем. Во-вторых, они своим примером заставляют такой же образ жизни заниматься своим коллегам. «Тот заряд божести, который дает физические упражнения и нас сделают более сильными, более крепкими и более трудоспособными. Поэтому это, вне всякого сомнения, положительное и правильное, нужное мероприятие». В рамках реализации плана мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в Федеральной налоговой службе на 2012-2015 годы пройдет межрегиональный семинар на тему «Создание в налоговых органах условий для становления молодых специалистов» и финал конкурса «Песни о России». Специально приглашенный член жюри конкурса, участник Евровидения 2008, победитель проекта «Народный артист» Руслана Лехно. Участники семинара обсудят работу по формированию патриотического воспитания молодых специалистов и популяризации спорта среди работников налоговых органов. В прошлом году победителем седьмой спартакиады стала команда Приморского федерального округа. В этом году, по словам тренера команды, борьба будет серьезной. В этом году команда очень серьезная, скажем, это южно-федеральный округ, сильная команда, полусильная команда. Мы, я так думаю, будем в финале сражаться именно с южно-федеральным округом, девушкой нашей футболистской. Игра пока. Еще раз повторяю, очень трудная будет игра, потому что состав действительно достойный, сильный. Старт восьмой спартакиады был дан весной в преддверии Всемирных студенческих игр в Казани. Победители и призеров спартакиады этого года определят по результатам второго этапа. Церемония награждения победителей пройдет 28 сентября.